Добрый день! Вашему вниманию предоставляется видеоурок по предмету черчения. Раздел «Машиностроительное черчение. Тема выполнения эскиза деталей». На занятии мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Понятие деталей изделия. Второй. Принцип создания изделия. Понятие эскиза. Третий. Правила и последовательность выполнения эскизов. Сегодня на уроке вы узнаете, что такое изделие, какие бывают виды изделий. Вспомните, какие бывают графические документы и какие из них необходимы при конструировании изделий и изготовлении. Узнаете, чем эскиз отличается чертежа и научитесь выполнять эскизы. Наш первый вопрос. Понятие деталей и изделия. Давайте рассмотрим определение изделия и деталей. Что такое изделие? Изделие – это предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению в организации, на предприятии, по конструкторской документации. Изделиями могут быть средства, машины, агрегаты, аппараты, приспособления, оборудование, инструменты, механизмы и другое. Обратите внимание, различают следующие виды изделий. Детали, сборочные единицы, комплексы и комплекты. Основными видами изделий являются детали из сборочной единицы, то есть изделия, собранные из отдельных деталей. Давайте рассмотрим, что такое деталь. Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например, болт, гайка, вал, литой корпус, рельс, уголок, швеллер и другие. Изделия состоят из деталей, а все детали можно разделить на три группы. В первую группу можно отнести все стандартные детали, регламентированные ЕСКД, то есть болты, винты, гайки, шайбы. Вторая группа – это детали, сходные по форме, но отличающиеся по размерам. Это пружины, детали с элементами зубчатых зацеплений. К третьей группе относятся оригинальные, то есть неповторимые детали – корпуса, крышки, валы, оснастки. Мы рассмотрели первый вопрос, что такое деталь и изделие. Переходим ко второму вопросу. Давайте рассмотрим принцип создания изделия. Вначале выполняется эскиз. На основе эскиза выполняется чертеж общего вида. Затем выполняется конструкторская документация, в которую входят рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи и спецификация. Большинство изделий изготавливают на различных промышленных предприятиях. Для изготовления изделия нужны детали. Детали выполняются по чертежам, а чертеж начинается с эскиза. Давайте рассмотрим, что же такое эскиз. Эскиз – это чертеж, выполняемый, как правило, от руки, то есть без применения чертежных инструментов, с сохранением пропорций элементов деталей, а также в соответствии со всеми правилами и условностями, установленными стандартами. Итак, эскиз должен давать общее представление об устройстве и принципах работы проектируемого изделия. Мы узнали, что такое эскиз. Давайте ответим на вопрос. Перед вами два изображения. Попробуйте определить, где изображен чертеж, а где эскиз изделия. Установите их сходство и различия. Правильный ответ. Рисунок B является эскизом, так как он выполнен от руки, без применения чертежных инструментов. Вы ознакомились с принципом создания изделия, понятием эскиза, правильно выполнили упражнения по отличию чертежа от эскиза. Давайте перейдем к третьему вопросу о правилах и последовательности выполнения эскизов. Существуют правила выполнения эскизов. Давайте их рассмотрим. Эскизы должны быть выполнены в соответствии со стандартами ЕСКД на чертежи. Линии на эскизе должны быть ровными и четкими. Надписи выполняются чертежным шрифтом. Выполняют эскизы обычно на бумаге в клетку, так как сетка бумаги позволяет быстрее проводить горизонтальные и вертикальные линии от руки, соблюдать проекционную связь между видами. Окружности и их дуги следует проводить тонкими линиями циркулям, с последующей обводкой от руки. Чтобы выполнить эскиз, мы должны знать последовательность выполнения эскизов. Внимательно рассмотрите деталь и максимально точно представьте деталь в соответствии с ее функциональным назначением и положением в проектируемом изделии. Желательно выполнить технический рисунок и по техническому рисунку приступать к выполнению эскиза. Проанализируйте форму детали и форму отдельных ее частей. Деталь рекомендуется рассматривать как совокупность простых геометрических тел. Данную деталь можно представить как цилиндр с фаской и параллелепипед с закругленными краями, имеющие два асимметричных цилиндрических отверстия. Во-вторых, определите необходимое количество видов для полного выявления формы и размеров деталей. Помните, количество видов должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о детали. Выберите главный вид детали. При выборе главного вида детали мы руководствуемся положением детали в пространстве. Она должна иметь устойчивое положение. И главный вид детали должен давать наиболее полное представление о ней. Деталь у нас простая и симметричная. Для полного выявления ее формы достаточно изобразить два вида. Вид спереди – главный вид, и вид сверху. Вид слева не несет информативной нагрузки, поэтому мы его не изображаем. Третье. Начертите рамку поля чертежа и рамку основной надписи. Определите компоновку и положение видов изображения. Приступая к компоновке эскиза, целесообразно предварительно нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники. При правильной компоновке габаритные прямоугольники изображения должны отстоять от линии рамки справа и слева на одинаковом расстоянии. Сверху от рамки и снизу от основной надписи также на одинаковом расстоянии. При компоновке эскиза, как и при компоновке чертежа, необходимо учитывать размеры его изображения. Если изображение предмета очень простое, а габаритные размеры велики, можно применить масштаб уменьшения. При изображении, сложного по форме предмета, но очень мелкого по размерам, следует применить масштаб увеличения. Помните, при компоновке эскиза нельзя нарушать проекционные связи. Четвертое. Выделите на листе соответствующую площадь в виде прямоугольника для каждого вида изображения. Проведите осевые линии. Пятое. Определив на глаз отношение размеров, нанесите на видах внешние видимые контуры детали. Нанесите невидимые части и мелкие элементы детали. Шестое. Нанесите выносные размерные линии. Обведите линии контура сплошной толстой основной линией. Седьмое. Обмерьте деталь, нанесите размерные числа. Восьмое. Заполните основную надпись, наименование детали и материал, из которого она изготовлена. Эскиз готов. Как мы видим, ни одна техническая операция и даже эскиз не выполняется без измерения размеров. Поэтому в зависимости от точности измерений применяются, соответственно, измерительные инструменты. Наиболее употребительные из которых линейка стальная, кран-циркуль, нутромер, штанген-циркуль, микрометр, угломер, радиусомер и резьбомер. Давайте потренируемся в выполнении эскизов. Выполните практическую работу номер 17 на странице 135. При выполнении эскиза учитывайте габаритные размеры и соблюдайте пропорции. В каждом варианте даны два изображения одной и той же детали. Желаем успехов! Сегодня на уроке мы рассмотрели три вопроса. Первый – понятие деталей изделия. Второй – принцип создания изделия. Понятие эскиза. Третий – правило последовательности выполнения эскизов. В конце нашего занятия давайте ответим на вопросы для закрепления изученного материала. Вопросы представлены на странице 134 учебного пособия. Для удобства на экране даны краткие ответы. Давайте подведем итоги. Мы с вами уже знаем, что такое изделие, какие бывают виды изделий, что такое деталь, а также что такое эскиз и научились последовательно его выполнять. До встречи на следующем занятии.